Добрый день всем любителям второго Старкрафта! Вас приветствует Alex007 И сегодня мы вместе с вами будем обозревать настоящего убийцу второго Старкрафта Да, именно так многие окрестили эту игру Stormgate, которая наконец-то вышла в раннем доступе Это бесплатная игра и я обязательно расскажу как в неё поиграть Но для начала давайте разберёмся, что это за ранний доступ, на каком этапе мы сейчас находимся И что конкретно сегодня будем обозревать Поехали! Вот как только мы заходим в игру, сразу попадаем в эту прекрасную кошку, где нам объясняют, что происходит Игра находится в раннем доступе, это значит, что сейчас мы активно над ней работаем И отзывы игроков помогут нам определить её будущее Мы планируем ввести новые игровые режимы, боевые единицы и многое другое Довести до совершенства графику, добавить несколько улучшений в игровой процесс и игру в целом Выберите скоро на следующем экране, чтобы увидеть план развития проекта И список известных проблем, над решением которых мы сейчас работаем Спасибо, что решили присоединиться к созданию игры Без вашей поддержки Stormgate бы не увидел свет Удачи и хорошей игры от Frost Giant Studios, разработчиков и издателей Stormgate Окей, вот, собственно, главное меню Главное меню игры, в котором, в принципе, уже сейчас понятно примерно, что происходит и что в игре есть Вот нам предлагают нажать на кнопку в ближайшее время Это, видимо, есть кнопка скоро, где, собственно, можно ознакомиться с планом разработки Но я, с вашего позволения, сделаю чуть-чуть по-другому Единственное, кстати, что смущает, что почему-то здесь нет возможности настроиться, сделать так, чтобы музыка игровая не отключалась Когда альта боюсь, ну да ладно Вот, собственно, roadmap, дорожная карта Stormgate Что есть сейчас? Сейчас уже есть три фракции у этой новой стратегии реального времени Есть один-на-один режим с семью картами Есть лидерборд, ну, короче говоря, рейтинг самых сильных игроков Есть многопользовательский кооп-режим на трех игроков Шесть карт для него, есть пять героев для этого коопа Есть шесть миссий компании И есть тер-три юниты, я так понимаю, для всех трех фракций В мультиплеере и в коопе Что планируется дальше в 2024, как мы видим, будет еще там карты, герои для коопа Еще миссии компании, ворчест, то есть, видимо, какие-то скины И будут там еще всякие другие, ну, мутаторы Это такие дополнительные опции, которые разнообразят совместный режим Ну и дальше на 2025 год там еще куча всяких планов В общем, думаю, более-менее понятно Давайте разберемся, что есть в игре прямо сейчас Нам сразу же предлагают поиграть в компанию Вот этой большой кнопкой в левом нижнем углу И, естественно, я вам обязательно покажу, что собой представляет компания Для начала я люблю так делать Быстро пробежимся по настройкам Сразу скажу У меня есть ощущение, что игра не такая уж прямо и требовательная Хотя я видел там, кто-то жаловался даже на FPS и в каких-то роликах с геймплей-контентом игры Мол, даже разработчики записывали ролики, где где-то там проседали FPS Не знаю, если честно, я такого не видел И у меня пока есть ощущение, что, в принципе, игра не очень требовательная Как будто бы не более требовательная, чем StarCraft То есть, если у вас StarCraft идет, допустим, в 4К на ультра То надо и Stormgate ставить в 4К на ультра Я вот еще для вас видео в 4К записываю И вроде бы все в порядке Стандартные настройки звука Единственное, что, ну вот опять же, я не понимаю, почему По какой вот причине нельзя сделать так, чтобы звук и при альтабе сохранялся И никуда не пропадал Тут есть всякие настройки игрового процесса Режим стримера, который скрывает именно других игроков Отключай чат, ничего себе Наверное, пока не будем использовать Еще миллион там всякого всего интересного Я думаю, мы пока не будем изучать Мышь клавиатуры, это просто настройки хаткеев Бот-приятель Это настраиваемый инструмент С помощью которого искусственный интеллект игры Обучает работников и боевые единицы А также строит сооружение для игрока Но он недоступен в 1 на 1 матчах Случайных с подбором игроков То есть, короче, можно включить себе бота Который будет за вас делать часть макро Ну, как будто бы прикольно С учетом того, что этого не будет В соревновательном мультиплеере Это типа для коопа можно делать Ну ладно, и вот можно настроить его поведение Блин, очень прикольно Наверное, надо будет как-то отдельно сделать обзор На этого приятеля Но пока мы без приятелей Можно Настройки посмотрели Что у нас есть здесь Давайте с конца начну Иконка книги Это некий кодекс Некая центральная база данных Которая позволит вам понять Что вообще есть в игре Вот, например, есть 3 фракции У них у каждой своя страница У каждого свой лор Про каждого героя можно что-то почитать Историю Короче, те, кому нравится лор Вот, ребят Для вас специально этот кодекс Прям вшит в игру Супер Есть просто реплеи Причем это вообще может быть реплей Из миссии компании И да, последний раз я заходил в Штормгейт 30 апреля Упс, никто этого не видел Есть магазин Магазин, из которого я почти все купил За 139 гривен можно купить Тушканчика-помощника Понял И за 279 Можно купить Героя Инфернала Все остальное, как видите, у меня уже есть В том числе Полный набор Раннего доступа Которым мы, собственно, сейчас и пользуемся И вы можете спросить Так, подождите, подождите Игра фри-то-плей Но есть какие-то наборы Раннего доступа Да, смотрите, как это работает Игра будет фри-то-плей С 13 августа Пока что Для того, чтобы попасть в игру Вот прямо сейчас Прямо сегодня Нужно купить один из наборов Раннего доступа Но в целом вы не должны это делать Вот вы посмотрите этот обзор И вы можете определиться Вы хотите играть уже сейчас Заплатить деньги Хотите подождать две недели И сыграть бесплатно Или Что хотите Или хотите вообще Пропустить Штормгейт И подождать Что-то другое В общем Здесь все понятно Дальше во что можно играть Играть можно в компанию Этим мы сейчас займемся Играть можно в совместный режим И единственное, чего я не понял Ага, да Я не понял изначально Как мне вот выбирать Других героев Но надо было просто Переставить уровень сложности С обучения Который, кстати говоря Уже прошел Поэтому я не понимаю Почему он у меня тут стоит В общем, да Можно менять уровни сложности И после этого Играть всеми Действительно пятью героями Которые доступны Для совместного режима Это прекрасно И на самом деле Этот интерфейс Очень здорово Знаком всем любителям Старкрафта Вот прям Вы открываете Страничку героя Да Командира коопа В Старкрафте И потом Прям По каждому уровню Открываются Какие-то новые перки Блин Ну где-то мы это уже Кидели Но в принципе И ладно Вот приятель Снова здесь Не понимаю Что происходит Когда я нажимаю На иконку Я надеюсь Он сейчас выключен А это что Обход Подбора игроков Обход Можно обойти Подбор Ладно Непонятно Там еще Короче Какое-то Снаряжение Есть И внешний вид Можно выбрать Питомцев Хотите Чтобы у вас Был питомец Курица Я не знаю Честно говоря На что это влияет Что у меня будет Питомец Курица Надеюсь Ничего плохого Не произойдет Вот Это совместный режим Что он собой представляет Я вам потом Обязательно покажу Что такое против Против Это Ну типа Versus Так перевели Это просто Соревновательный Один на один И если честно Мы сейчас Как раз подходим К первому моменту Который я уже Хочу отметить Ну локализация Пока вообще Никакой критики Не выдерживает Потому что Вот это наверное Называлось Custom Типа как Custom Games Да Как кастомки Мы называем Его перевели Как настроить И на самом деле Это не то Что сейчас Кто-то скажет Ой да Это просто Google Translate Ничего подобного Вот я уверен Что Что не делать С Google Translate Каким-нибудь Он вам не Выдаст Слово Быстрота Ни в какой ситуации А я тут А я тут в одном В одном месте Видел Слово Быстрота Короче Много вопросов По локализации Я честно говоря Не понимаю В чем Конкретная проблема Но Да Выглядит пока Не супер В общем Кастомные игры Есть Как вы поняли Один на один Традиционный Соревновательный Режим Есть Совместный режим Есть Компания Есть Все в принципе Как и обещали Разработчики Давайте посмотрим Что собой Представляет Компания На паре Очень простых Примеров Мы не будем Сейчас полностью Смотреть ролики Не спешите Перематывать Я вам просто Хочу показать Что здесь есть Внутри И миссии мы тоже Полностью проходить Не будем Я просто покажу С собой Что представляет Геймплей Потом мы возможно Отдельно Запишем ролик С прохождением Пролога С прохождением Первой главы И вот это вот все Здесь есть По сути Два вида роликов Да Вот первый вид роликов Тот который мы Сейчас смотрим Это прям Классические Синематики Которые там Отдельно Рендерили Отдельно Озвучивали Отдельно Делали Видеоряд Тут все Кинематографично И это Напоминает Старкрафт Это определенно Напоминает Старкрафт Мы не будем Дальше продолжать Мы на самом Интересном Остановимся Когда появляются Эти инферналы Вкратце Насколько я Понимаю История о том Что вот Человечество В будущем Допустило Какую-то ошибку Там при разработке Каких-то технологий В итоге Куча Нехороших Созданий Инферналов Оказалось Собственно Где-то Где-то На планетах Человечества Но Собственно Вот этот Красивый Кинематографичный Ролик Это то Что произошло За 20 лет До Событий Которые описаны В прологе И здесь Есть пример Второго типа роликов Которые будут В компании Это ролики Которые Как мне кажется Я могу ошибаться Но Как мне кажется Они скорее всего Сделаны просто В Unreal Engine 5 На игровом движке С Реальными Игровыми Персонажами Ну вот Просто я смотрю На Этого Героя И у меня Есть ощущение Что Ну это просто Типа какая-то Игровая моделька Да Может быть Меня поправят Может быть У нас есть эксперты Которые Расскажут В чем Разница Между первым И вторым Типом роликов Я просто хочу Сразу показать Чтобы не было Ложных ожиданий Что у вас там Все супер Кинематографичные ролики Вот Есть очень серьезное Отличие Между двумя типами Контента Которые есть в компании Окей Что собой представляют Непосредственно Сами миссии Что собой представляет Непосредственно Окно компании Давайте разбираться Прямо сейчас Так Мы уже Посмотрели ролик Или они хотят Чтобы мы все-таки Полностью его просмотрели Это очень странно Но давайте Сейчас разберемся Секундочку Окей Так Все Мы можем его пропустить И теперь отправиться В первую миссию Миссия 1 В огонь Первая миссия Пролога Тоже в таком Старкрафтерском стиле Заставки Красивые Статические И Тоже В очень Знакомом Близзовском стиле Такие Сводки Боевые ястребы Готовьтесь Что-то там Происходит У нас Какая-то Прикольная Карта Там Как будто Что-то Летит Герои Что-то Рассказывают Короче Это все Очень Знакомый Сетап И Три Четыре Уровня Сложности Ааа Это после того Как я прошел На сложном Не открылся Уровень Кошмар Изначально его Нельзя было Открыть Ну хорошо Мы На кошмар Естественно Потом будем Серьезно Проходить Миссии Пока мы Ничего серьезного Не проходим Пока я просто Хочу вам Показать Что собой Представляет Геймплей Древняя Пословица Никогда Не гладьте Горячего Чертенка Очень Полезная Информация И Вот Ну можно даже Сказать Третий Тип Видеоконтента Это уже Просто Очевидно Сцена Срендеренная В Unreal Engine Прямо вот На той карте На которой Мы сейчас Будем Играть И это В целом Довольно прикольно Мне кажется Вот То Что Все Особенности Все Сильные Стороны Движка Определенно Удается Раскрывать Frost Giant Но В остальном Мне кажется Уже У многих Из вас Есть ощущение Что Ну графика Типа Вообще Не то И это В принципе Был Фидбэк По Штормгейту Задолго До того Как Штормгейт Вообще Вышел Наверное Давайте Мы сейчас Меня Уберем Справа Нижнего Угла Потому что Там Типа Иногда Появляются Вот Всякие Тут Реальные Штуки По поводу Графики Вот Мне кажется Наверное Нелогично Проводить Параллели Со Старкрафтом Почему Не потому что Старкрафт Вышел 14 лет Назад Старкрафт 2 А потому что Все таки Бюджет У Старкрафта На разработку Был В разы Если не В десятки Раз больше И Честно говоря Мне кажется Что При взгляде На Штормгейт Понятно Что все таки Игра Разрабатывала Силами Небольшой Студии А не Огромной Махины Такой Которая Была Близзер Здесь Очень Много Всего Для любителей Лора Вы тоже Вот В стиле Близзер Должны Прям Знаете Исследовать Уровень Собирать Там Какие-то Прикольные Блоки Данных Читать Что происходит Но в остальном Геймплей Конечно Очень Похож На то Что мы Видим В стандартных РТС Вот мы Встречаемся С нашим Первым Врагом В этой Вселенной Расстреливаем Его двумя Пистолетами И Естественно Те кто Внимательно Читали и Слушали Понимают Почему люди Воюют с людьми Насколько я понял Это вот условно Ой Наверное Вот эту Животинку Нельзя было убивать Ну ладно Наверное Наверное Дело в том Что Что тут куча врагов И мы от них Можем огрести В том что Часть людей Просто начала Сотрудничать С Этими Инферналами Сотрудничать Это какое-то Слишком пафосное слово Ну короче Вы поняли Часть людей Теперь С инопланетянами Дружат С этими Инферналами Страшными Поэтому нам надо С ними воевать И как видите Уровень сложности Кошмар уже Заставляет Немножко Попотеть Можно их добить Уже Просто пришлось Скайтить Пол карты Этих челиков И Собственно Я думаю Уровень сложности Кошмар Будет достойным Испытанием Ну вот Видите Видите Что Тут Надо было бы Собрать предметы И воспользоваться Ими Просто Добро пожаловать В Варкрафт Так Они типа Не сильно Промахиваются Блин Я думал Надо будет Я зря Короче Применил Я думал Там надо будет Типа Выбрать цель Я в самый Последний момент Подхилив Что я пропустил Что ты пропустил Что ж Что ж Это что Это у меня Есть энергия Но я никак Не могу Продить энергию Поэтому какая разница Вот тому челу Кстати Нужна будет Энергия Но я не понимаю Что я могу сделать Чтобы Эту штуку Применить На него Чтобы у него Была больше энергии Ладно 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 Если вам кажется Что Шторнгейт Это уже Просто Варкрафт Потому что Графика похожа И герои есть То это На самом деле Не так Здесь Просто Красивые кадры Из какой-то там Заброшенной деревни Которые теперь Повелевают Инферналы И Прислуживающие им Людишки В общем важно Кстати Что мы играем Не за людей А за конкретную Фракцию людей За фракцию Сопротивления Понимаете То есть То что здесь Люди С людьми Воюют Это в принципе Полностью Соответствует Лору Ну да В общем Эта миссия Проходится Примерно Там за 10-15 минут Мы не будем Ее дальше Проходить Тем более Что мы Мне кажется Сейчас Тупо не пройдем А ну-ка Мне кажется Она сейчас Развалит Вот этот чел Должен танковать Но у меня Нет никаких Предметов Потому что Наверное Я их где-то Не дособрал У него 70 хп Мы отступаем Наверное Дальше Надо как-то Кайтить Ну ладно Нет Мы с горем Пополам Все убили И у нас Появляется Подкрепление Уи-ху Короче Считайте Что мы Эту прекрасную Миссию Прошли Проходить Мы до конца Не будем Потому что Нет у нас Такой задачи Выйти из игры Надеюсь Это не означает Из игры в целом А означает Всего-то Навсего Да Из миссии Компании Окей Вот что собой представляет Миссия компании Отдельно Потом обязательно С чувством С толком С расстановкой Пройдем Компанию Все внимательно Исследуем Ну а пока Давайте посмотрим Что представляет собой Кооп Итак Кооп Совместный режим Что в нем интересного Ну во-первых То что Когда я проходил Туториал То вместе Со мной Туториал Проходил Птидрогу Но точнее Как Должен был бы Проходить Но не стал Сбежал Не знаю Почему В любом случае Я вам пока Просто Быстро Показываю Показываю Что собой Представляет Туториальная Миссия В Коопе В совместном Режиме Нам дают Героя Нам дают Кучу всяких Подсказок Что с ним Делать Нам Дают Базу И Нас собственно Учат Этой базой Пользоваться Каким именно Образом Вот Выбрать Рабочего Отправить его На добычу Основного Типа ресурса Заказывать Рабочих И так далее Как видите Вот уже По Туториальной Миссии Совместного Режима Не по Первой Миссии Компании А по Туториальной Миссии Совместного Режима Видно Что это Классическая РТС Добываем Ресурсы Строим Рабочих Развиваем Базу И так далее И так далее Если вам Интересно Как в принципе Проходит Эта Миссия Вот после Того Как Закончился Сам Туториал Хотя Судя по Вот этому Двигаться Сюда Я умудрился Этот Туториал Забаговать Не знаю Как именно И у меня Вот видите После этого Застрял Этот Туториал Эннаунсер Слева Короче говоря После Самой Туториальной Фазы Вам просто Передают Под контроль Вашу базу То же самое Происходит У ваших Союзников И в принципе Это Вообще Не Какая-то Сложная Миссия Не требующая Абсолютно Никакого Стресса От вас Она не на время На вас толком Не нападают Надо просто Вот рано или поздно Уничтожить Эту Чёртову Ионную Стрелу Каким образом В принципе Вас Отправляют Строить Всех Имеющихся Юнитов Бегать по базе Находить Там Какие-то Контрольные Точки О которых Мы ещё успеем Поговорить Собирать Большую армию Громить Дополнительные Базы Врага И потом Рано или поздно Нападать На основную Базу Которая Кстати Довольно Неплохо Охраняется И как видите Мне тут Пришлось Очень серьезно Развиться Там Прямо Какое-то Полноценное Макро Устроиться Для того Чтобы собрать Большую армию И в итоге Эту Туториальную Миссию Пройти Ну В общем Суть Надеюсь Ясна И сейчас Мы уже Зная Что такое Совместный режим Попробуем Вместе С вами Сыграть За какого-то Другого героя За какую-то Другую Расу Вот Мне кажется Инферналов Я уже когда-то Там Показывал Да Можно попробовать Сыграть За этих Небесных Ангелов Как они там Называются Как они называются Официально Небожители Мы будем Сейчас Играть За героя Небожителей Наверное Надо Не выеживаться И выбрать Хотя бы Ладно Кого я обманываю Я же вообще Не играл За этих Ребят Выбрать Уровень Сложности Нормально И посмотреть Что из этого Получится Просто Увидим Что собой Представляет Эта игра Совместного Режима Малок И две Ауроланы Вот Кстати У меня будет Возможность Посмотреть Что делает Мой тиммейт Айгхост На Ауролане И возможно Чему-то Научиться Итак Это Третья Фракция Штормгейта Третья Фракция О которой Я не знаю Ровным счетом Ничего И здесь Все та же Миссия Уничтожить Ионную Стрелу И мы Просто Попробуем Ничего не зная Об этой расе Вот я вам Серьезно говорю Я Я прям Только сейчас Начну В ней Разбираться Мы попробуем Просто Понять Насколько Эта игра Действительно Простая Вот насколько Вы можете Просто Сесть И Знаете Так С лету С кондачка Прям взять И Спокойно Начать играть Штормгейт Первое С чем я хочу Разобраться Это то Как добывать Ресурсы То что я Здесь вижу Это вот такая Вот Штука Которая Называется Арх Ковчег Мифи И в ней Можно Строить Призмы Призмы Это базовые Рабочие единицы Которые могут Добывать Ресурсы Все Ресурсы Мы добываем В это время У нас есть Аура Лана У которой Есть Там Какие-то Обилки Интересные Обилки Понял На высасывании Условно Жизней Тут Можно Просто Какой-то АОЕ Сайленс Сделать И Можно Исцелить Союзника Окей В принципе Все понятно Давайте Исцелим Союзника Бросим Сайленс Все С героем Уже Все понятно Герой Какой-то Немыслимо Простой Давайте Разбираться С базами Нашими Понял Надо Строить Четыре Вот таких Кристалла Для того Чтобы у нас Были Ресурсы И дальше Пользоваться Вот этим меню Которое у нас Есть Построить Сооружение Дает 15 единиц Энергии Энергия Я думаю Что нам Нужна Поэтому Давайте Строить Сооружение Палата Творения Производит Основные Небесные Боевые Единицы Что-то Вроде Барака Нужно Нужно Более Того Давайте Попробуем Сразу Два Барака Построить Что-то Мне Подсказывает Что это Может Быть Полезно Смотрите Какие Интересные Иконки Номиникации Это Типа Что-то Что На Нас Нападает Да Ладно Это Ерунда Какая Мне Кажется Мы Можем Просто Заченелить Этого Товарища Убить Этого Товарища Все Просто Пока Мы Тут Просто Ходим И Разваливаем И Мы Ж Можем Просто Вот Так Взять И Постав Мы Не Можем Просто Поле Поэтому Нам Наверное Нужно Просто Взять И Свалить Отсюда Да Нет Ой Хотел По привычке Эскейпом Что-то Отменить Давайте Попробуем Разобраться Как Это Работает У этих Зданий Жи Сохранится Энергия Если Отсюда Уйду Правильно Они Могут Строить Базовых Воинов Дальнего Боя Вроде Да И Вот Эта Штука Как Буд Бы Должна Мне Помочь Построить Новую Базу Если Мне Нужна Новая База А Нет Такого Что Мне Не Нужна Новая База Ребят Нет Такого Что Я Просто Сюда Пришел И Я Заказываю Эти Штуки И Они Сами Начнут Добывать Им Же Не Нужно Они Не Относят Никуда Ресурсы Так Это Очень Похоже На Классический Старкрафтерский Кооп Какие-то Это Явно Как бы Дополнительные Задачи Просто Для нас Дополнительные Задачи Которые Мы будем Естественно С удовольствием Выполнять Безотносительно Того Будут ли Нам Помогать Наши Тиммейты Или нет Да Да Здесь Мы Можем Просто Вот Таким Хитрым Способом Брать И Занимать Новые Базы Физически Не ставя Новые Базы Это Очень Прикольно Так Ну Давайте Сайленс Сюда Это Можно Исцелить Союзника Какого Союзника Надо Исцелить Да Никакого Не надо Исцелять На самом Поделе Там То Что Я Забабахал Сайленс Этого Уже Хватило Я Я Ни Разу Не Играл За Эту Расу Опять же Как вы Поняли Но У меня Есть Ощущение Что Это Вообще Изи Изи Катка Да Я Наверное Не все Круто Делаю Вот Можно Например Вот так А Это Ресурсы Стоит Очень интересно Всех врагов Выбранной Области Можно Превратить В оленей Прикиньте Ну ладно Не обязательно В оленей Ну короче В кого-то Так Ладно Давайте Разбираться А как Не второй Тип Ресурсов Тут Точно Так же Наверное Просто Вот так В чем Вопрос В чем Вопрос Нет Абсолютно Никакого Вопрос Еще Одна Какая-то Атака Идет Исасываем Тут Хилим Вообще Мне Очень Нравится Насколько Это Просто Все Сейчас Выглядит То есть Я играю В абсолютно Новую Для себя РТС Увидели Я Последний Раз Заходил 30 Апреля Я За Это Раз Не Играл Естественная Куча Всего Делаю Не Так Это Понятно Но Типа Но Я Все Равно Чувствую Знаете Как будто Я Там Чуть Ли Чуть Ли Разваливаю Как будто Я Прям Супер Полезен Совершенно Не Факт Что Это Так Но Так Многофункциональный Строитель А Вот Вот Как Можно Строить Здание За Пределами Этого Моего Каскадного Поля Да И Черт С Ним Пока Просто Строим Нам Нужен Сторожевой Узел Мы Его Пока Не Строим Что Такое Сторожевой Узел Вот Это Да Все А мы Можем Типа Как-то Прям Вот Уже Серьезно Пойти И Повоевать Как Пинговать Го Можем Вот Так А то Я не хочу Прям Затягивать Тут Мне Кажется Что Скачок На Пряжоне Я Превратил Кучу Юнитов Волений Тем Временем Можно Сайлент Просто Ну Сам Я Тут Э Да Сам Я Тут Ничего Не Сделаю Короче Я Только Что Потерял Сво Героя Знаете Как Короче Нажимал На Единичку И Отступить Но У меня Не все Юниты Были Забинжены На Единичку Вследствие Чего Я Просто Потерял Своего Героя А Давайте Теперь Посмотрим А Когда У меня Герой А Герой У меня Вон Автоматически Восстановится Через 60 Секунд Что Придется Подождать Мы Вернемся В Игру Когда Я Буду Готов К Своей Ключевой Миссии К Миссии Уничтожить Ионную Стрелу Справа Сверху Друзья Время Пришло Мои Друзья Были Очень Сосредоточены На Том Чтобы Выполнить Все Дополнительные Задания Но Я Наконец-то Могу Ворваться Превратить Всех Врагов В тыквы То есть В оленей Блин Это Очень Прикольно Как видите Тут У меня Всякие Полезные Обилки В топ Панели Которые Я Естественно Не Использовал Должным Образом Но Ничего Страшного В итоге Мы Просто Наломились Кучей Юнит А вы Закончили Игру Достаточно Уверенно 18 Минут Заняла Эта Миссия Коопа Скорее всего Так много Из-за того Что просто Мы Нубасы Но Сам факт Конечно Очень Любопытный Что Даже Продолжительность Миссии Она какая-то Ну прям Супер Близкая К Старкрафту Но Окей Это Совместный Режим Как видите Есть 5 Героев Вот мы За одну Миссию Почти Набрали Опыт Для того Чтобы Перейти На второй Уровень За этого Прекрасного Героя Но Прохождение Туториала Это Где-то Там Три Четверти Прогресса Окей Остались Что Кастомные Игры Давайте Просто Посмотрим Что Они С собой Представляют Есть 2 На 2 Карты Между Прочим Вот Вы Создаете Лобби Куда-то Бежит Это Зверушка И В принципе Все Как обычно Боты Приятели Класс И Может быть Мирный Базовый Или Обучающий Окей Авангард Адские Небесные Это Я так понимаю Три фракции Просто Мирный Базовый Обучающий Это Прикольные Характеристики А может быть Какой-то Жесткий Именно Такой Бот Который Навалять Может Непонятно Может быть Может Может быть Нет Друзей У нас Нет Поэтому Никого Приглашать Не будем Идем В нашу Первую Игру В мире Штормгейт С вашего Позволения За Авангард Потому что Это Единственная Раса За которую Я хотя бы Там Немного Поиграл Ну Понятно Что Я только Что Типа Поиграл Там В коопе За Наших Небесных Ангелов Но Такое Не супер Это было Полезно С точки Звения Того Чтобы понять Как играть Мультиплеер А мультиплеер Здесь Ну Мы Чисто Играем Старкрафт Мы Просто Чисто Играем В Старкрафт Единственная Разница В том Что У нас Типа Сразу Есть Боевой Юнит Который Мы Типа Сразу Побежим А во Всем Остальном Очень Знакомая Картина Строим Рабочих Развиваем Базу Бегаем По Карте Да Здесь Конечно Есть Такая Чисто Варкрафтерская Тема Что Надо Еще С точками Там Париться Ну Надо И Надо Разберемся Разберемся С тем Что Делать С этими Точками Ну На самом Деле Меня Могут Поймать Некоторые Наши Зрители На том Что Я Уже Вообще То Играл Там В Какую-то Я Уже Играл В Какую-то Там Интересную Один На Один Игру Потому Что У меня Есть Реплей Это Правда Но Там Короче В чем Была Проблема Там Была Проблема В том Что Все Очень Быстро Закончилось У меня В той Игре Потому Что Просто Залагали Сервера Бывает Мы Все Таки В первом Дне Раннего Доступа Поэтому Неудивительно Что Могут Быть Какие-то Приключения Начало Здесь Прямо Именно Такое Знаете Максимально Линейное Мне кажется Просто Строим Юнитов Не знаю К сожалению Мне не хватает Опыта Игры Для того Чтобы Понять В какой Момент Я смогу Забрать Точку Но В чем Мне хватает Опыта Игры Так Это В том Что Ну Типа Наверное Мне надо Или вторую Базу Ставить Или В технологии Типа Правильно Потому Что Вот у Меня Уже Максимальное Количество Рабочих Достраивать Новых Наверное Нерационально И вместо Этого Получается Нужно Просто Выходить Во вторую Базу Туман Войны И С Какими Графическими Эффектами Не Забавно Не Не Надо Вот так Сделать Вообще Вы Все Типа Должны Вот так А потом Туда И Мы Должны Продолжать Штамповать Юнитов Пока Что И У нас Сейчас По идее Закончится Закончится Лимит Но Эта Штука Мне Дает Лимит Правильно Как В Старкрафте Должно Быть Так Вообще Можно Здесь Заказываться Совсем Не Так Как Я Это Делаю Потому Что Я По Привычке Типа Там На Пятерку Командные Центры Вот Этой Все Ерундой Занимаюсь Можно Этого Не Делать Абсолютно Но Я Это Делаю Почему Потому Что Я Просто Так Привык И Я Не Хочу Себе Сейчас Под Шторм Гейт Формировать Какие Привычки Которые Мне Потом Боком Выйдут В Старкрафте Понимаете Эту Точку Мы Отжали Трой База У нас Есть И По Хорошему Наверное Что Нам Надо Делать Нам Надо Сейчас Отправить Песеля В Разведку Для Того Чтобы Понять А у Него Там Тоже Вторая База Или Может Быть Там И Третья Как Это Вообще Работает Мы Наверное Должны Включить Сейчас Дополнительный Вижен Да Окей У него Есть База Но Она Только Только Готова И Дальше Что Мне Нужно Мне В Идеале Надо Понять Какие Там У Него Технологии Лаборатория Биокинетики Окей То То Это Типа Пехота Но На Сам Деле Ребята Есть Ощущение Что Он Просто Очень Слабо Играет Естественно Как только Я сказал Что Кто Слабо Играет Я Тут Облажался И Попался Плейблог Ничего Страшного Знакомая Тема Так Окей То Есть Третьей Базы У Него Нет В Принципе Мне Кажется Мы Сейчас В Абсолютно Идеальной Ситуации Надо Просто Сейчас Сходить Формить Точки На Интересно Можем Ее Взять Нормально Или Нам Сейчас Наваляют Не Вроде У них Только Слабый Урон Сейчас Все Сделаем Еще Сапплай По идее Можно Вот Это Здание Делать И Апгрейды Апгрейды Мы Сейчас Будем Делать Тоже Окей Мы Получили Точку Точку Которая Дает нам Вижен Можно Идти Дальше На Эту Точку Можно Дальше Наверное Поставить Еще Один Барак И Типа Скоро Будем Нападать Просто Для того Чтобы Не Сильно Затягивать Эту Игру Но Мы Для Наших Стрелков Должны Апгрейд Сделать Уничтожение Тех Крипов Кстати Говоря Это Не Просто Какие То Бонусы Это Еще И Тупо Рисурсы Для Нас Поэтому Тут Мы Все Раскачали Нет Слабо Алик Слабо Нет Классический Грейдов Там Типа На Атаку На Оборону Это Все Дня Это Два Еще Надо Было Заказать Ага Чтобы Заказать Надо Отменить Всех Рабочих Да Думаю Мы Сейчас Трех Бараков Можем Просто Достраивать Стрелков И Пробовать Вдти В Атаку Если Не Получится Если Не Получится То Мы Дальше Просто Перейдем В Этих Сидж Юнит Для Них Нужна Машинная Лаборатория Машинная Лаборатория Нужна Когда У нас Будет Терва У нас Корр Так Окей Пока Просто Продолжаем Достраивать Наших Солдатиков Для них Доделся Только Что Апгрейд Это Очень Хорошо Теперь Они У нас Будут Намного Боеспособнее Здесь У нас Еще Один Рабочий Нужен Здесь Наверное Тоже Можно Еще Какого То Одного Рабочего Добавить Не знаю У меня Знаете Чисто По Какому То Старкрафтер Смут То Ощущено Что Я Наверное Делаю Какие Правильные Вещи Но Это Естественно Не Точно Для текания Можно Просто Собачек Собачек Сделаем Грейд Чтобы Они Были Полезны Он Явно Понимает Что Он Делает В плане Что Он Начинает Кайтить У него Тоже Есть Апгрейд На Этих Ребят Мы Мы Тем Временем Давайте Просто Базу Поставим Пока Там Всякий Экшен Вот Это Тоже Полезный Апгрейд Дальше У нас Будут Мехи Санитары Рабочие Пойдут В атаку Мне кажется Мы можем С ними Драться Сейчас Сейчас Спокойно Смотря На то Что Он Применил Оборонительную Обилку И Просто Сюда Добегаем Собаками Потому Что Он Явно Строит Стрелков И У Меня Чисто Интуитивное Ощущение Что Стрелков Должны Контрить Собаки Особенно Когда Это На них Как Это Грают Сделаю Вот Эти Песели Просто Не Дают Нормально Кайтить И Уничтожили Ему Вторую Базу И В целом В целом Выглядит Так Что Игра Сыграна Можно Добавить Медиков Можно Добавить Бараки У Меня Я понимаю Что я Просто Играю Ну Против Не Самого Сильного Игрока Но У Мне Реальное Ощущение Что Ну Типа Я Прям Вообще Какой Нереально Жесткий Что Ух Ты Вообще Еще Какие Обилки Есть Прикиньте Так Это Понятно Это Перегрузка Это Что Увеличивает Опыт Выбранной Боевой Единицы Все У меня Теперь Есть Какой Это Супер Жесткий Чел Еще Есть Щиты Всякие Все Нападаем Супер Супер Пес Он Тоже Такую же Белку Применил А Думаю Она ему Не Поможет Все Игра Сыгранная Да У меня Вот Правда Есть Ощущение Что Я Типа Вообще Разваливаю Это Очень Полезное Ощущение Для Игроков РТС Понимаете Это Я Все Рассказываю Не Потому Чтобы Вы Подумали Типа Ну Да Конечно Чел Грандмастер В Старкрафте Развалит РТС А Потому Что У меня Правда Ощущение Что Не Нужно Быть Грандмастером Для Так Чтоб Разваливать РТС Но Она Действительно Во многом Проще В плане Макро И В плане Ну Просто Кого-то Базового Понимания Что Происходит Да За Эту Расу Я Там Еще Немного Играл В апреле Но Это Было В апреле И Тут Я Сошел У Меня Ощущение Что В принципе Все Понимаешь Что Надо Делать Да Там Какие Крипы Там Наверное Надо Было Как-то Активнее В плане Карты Играть Наверное Там Где-то По Экономике Прочитался Там Обилки Из топ Панелей Не Использовал Но Все Равно Бронза 3 Понимаете Ну Тут Нельзя Попасть Сразу В Мастер Лигу Явно Добыли Ресурсов Мы Больше Собрали Скрипов Столько Ну И В принципе Все Больше Тут Никакой Интересной Статистики Никаких Графиков Нет В общем То И Все Господа Мы Посмотрели Что Собой Сейчас Представляет Штормгейт Обязательно Будем Отдельно Проходить Компанию Кооп Ну Я Не знаю Насколько Это Прям Оригинальный Интересный Режим Пока Если честно У меня Нет Прямо Ощущения Что Кооп Прям Надо Как-то Активно Играть Совсем Другой Будет Геймплейный Опыт Наверное В чем-то Будет Особенно С этим Ботом Ассистентом Это прям Реально Интересная Тема Ну И Рейтинговые Игры Просто Классика Как в Старкрафте Насколько Это лучше Или хуже Старкрафта Думаю Решать вам Я За Сегодня За эти Прекрасные 43 минуты Попытался Просто Показать Вам Что Представляет Собой Штормгейт Сейчас В раннем Доступе Обязательно Напишите В комментариях Кажется Ли вам Что это Убийца Старкрафта Или нет Ну А я На этом Откланиваюсь Для вас Играл И комментировал Алекс 007 До новых Встреч Всем пока И удачи Услышимся